Я вот для себя отметил то, что на Микин марафон по жизненному сценарию пришло больше людей, чем когда я проводил. Вы молодцы. По возможности включайте камеры, всегда приятно всех видеть. Запись будет только на это занятие, да? Как ты думаешь вообще выглядишь? Не обсуждали записи, потому что... Пусть будут записи, почему нет? Просто проблема в том, что когда есть запись, это сильно расслабляет, думаешь, а ну ладно, потом запись посмотрю. И запись можно прокручивать, и на эфир из-за этого приходит меньше людей. Поэтому мне кажется, что именно просто такой марафон жизненных сценариев, он... Ну не все приходят на этот марафон, это такое тоже обучение, но не все его понимают и ценят. Поэтому, мне кажется, записи делать не будем, но когда будет выступать Оля и Джамиля, сделаем их запись и поставим, я думаю, в открытом доступе на YouTube-канале. Потому что это такие у нас приглашенные гости, звезды наши, Шаронские розы. То есть у нас три вне встречи записи и две без записи? Окей. Так будет очень эффективно. Включайте, пожалуйста, камеры. Кто выключил, не выключайте. И так мы видим, что вы все с нами, и вы не занимаетесь другими делами, что вы душой с нами и со вниманием, как будто мы за одним столом сидим и обсуждаем. Айжан пишет, не нужно записи здесь, нужно работать здесь и сейчас. Сегодня сделали исключение, потому что было объявлено только сегодня, что мы продолжим наш марафон. Начнем его раньше, чем в феврале. В феврале уже поздновато. Всех рада видеть, соскучили. Да, мы тоже скучали, переживали. Время было очень тяжелое для казахстанцев. Я сейчас думаю, что отпечаток вот этого, вот этих событий, он остался. Ну, у меня точно, потому что я на себя в шоке от того, что произошло. И делаем выводы. И мы теперь готовы, да, с новыми осознаниями вступить в этот год. Год тигра, который начался не так, как мы планировали, но то, как есть, мы принимаем. И сейчас, возможно, вы сделаете более осознанные цели, поставите на этот год. У кого нет сценария, ничего страшного, вы можете писать пока в блокноте. Обязательно пишите. Когда мы пишем, мы активируем те мозговые центры, которые отвечают за определенные вещи. Поэтому мы запоминаем, мы их себе прокручиваем. Мы лучше так начинаем стремиться к своим целям, достигать своих целей. Записывайте все своей рукой, да, именно ручкой. Не печатая, а вот наш блокнот, он тоже в печатном виде. Это вот новая версия, вот с такой картиночкой. Старая версия была, когда вот здесь было сбоку написано Live Scenario. Там было меньше страниц. И кто-то ответил, да, в голосовании в чате, что есть еще старая версия. Ничего страшного, это хорошо, да, что есть старая версия. Просто когда мы будем говорить о тех страницах, которые добавили в новом, вы просто будете блокнотить и заполнять. Потом, когда вы приобретете новую версию, вы туда уже запишите в чистовом варианте. То есть хорошо, что будет такой черновик. Это наш второй марафон по жизненному сценарию. Мы проводили также его вместе. В этот раз решили пригласить еще лидера для того, чтобы больше раскрыть эту тему о том, как научиться планировать и мечтать. Сам основатель Атоми, господин Пак Хангиль, это огромный мечтатель. Я думаю, что вы знаете, что у него была страшная болезнь, онкология четвертой степени. И он начал мечтать, молиться и пить хим-а-хим. И тогда он понял силу нашего воображения, силу фантазии, что он тогда думал уже придумать компанию, которая будет помогать простым людям достигать огромных вершин, становиться лидерами глобальными, зарабатывать очень много денег, чтобы хватало на все свои мечты. То есть вот такое глобальное мышление как раз исходит от него. Таких людей мы называем визионерами, люди, которые могут представить себе, умеют мечтать, имеют смелость и желание изменить свою жизнь, рисковать. Чем отличаются бедные люди от богатых? Бедные люди что делают? Они жалуются, критикуют, откладывают, ждут. Богатые люди действуют, рискуют и планируют. Поэтому как раз жизненный сценарий мне бы хотелось, чтобы каждый отомянец, который хочет здесь преуспеть, заполнял его, потому что это поможет вам изменить свое мышление в сторону богатства, перестать думать бедные мысли, увеличить, масштабировать свое мышление и стать миллионерами не только в голове, но и в реальности. Так, с одной стороны, это огромный рост, но это про события, да? Хорошо. Вот здесь свой жизненный сценарий, пожалуйста, подпишите. Это очень важно, потому что они все выглядят одинаково, чтобы вы не путали свой сценарий с другими. А также очень хорошая практика, которую мы научились, когда жили в Корее. Попросите своих спонсоров и тех отомянцев, которые вас мотивируют, вдохновляют, подписать ваш жизненный сценарий, что-нибудь вам пожелать. Это как мы берем автограф у звезд, так мы берем автограф у звезд от Томи. Это так зарядит также ваш жизненный сценарий, он станет для вас уже более ценным и более значимым и энергетически заряженным на успех. И вот здесь, да, но это можно сделать на первой странице. И как вы видите, здесь есть подписи, пожелания от лидеров. Вот у Натальи Овша тоже. Да, это очень классно. Вы видите, что вы не один, вы командный, вам все желают успехов, здесь больших высот. Это классно. И здесь дальше есть послание от мечтателя Пакрангиля. Прочитайте обязательно. И начинаем на жизненный сценарий. Тему «Мой список желаний» раскроет Джамиля Карабашева, мастер Шеронской Розы, в 14 января. Тему «Колесо баланса жизни» раскроет Ольга Пан 15 января. Сегодня мы бы хотели раскрыть очень важную тему, у кого есть сценарий. Открывайте страницу. 18. Кого нет? Кстати, кто-то скидывал в наш чат прям PDF русскоязычный, туркоязычный, да, англоязычный. В общем, разные PDF-ки скидывали именно вот этот сценарий, новой версии, поэтому заходите и прям можете себе распечатать или себе расписать. Сегодня мы раскроем тему ежемесячных контрольных список 8 основных видов деятельности. То есть это 8 привычек успеха. Кто смотрел видео, я вам еще раз скину. Я переводила лекции «Перел мастера» и «Дугу». Он как раз был одним из составителей этих 8 привычек успеха. То, что приведет вас быстро к желаемому рангу, желаемому доходу. Так, получается, вот эти две страницы. Мы сегодня берем 8 привычек успеха и 8 шагов к успеху. На странице 18 это образец и объяснение. То есть нужно поставить дату. Может быть, у всех есть, да? Все видят. Я, наверное, открою сейчас. Чтобы все видели, о чем мы говорим. Файлы. Да. Уже есть на сценарии PDF, да, вот это. Сейчас Владимир вам откроет. Так, ну первое, что мы видим, что такое контрольный список восьми основных деятельностей. И вот над этой таблицей есть описание. Первое чтение. Выделяйте 1% своего времени каждый день, то есть 15 минут в день. Выделяйте на чтение книг об успехе, о биографиях успешных людей, которые вас мотивируют. То есть мы читаем, не просто читаем, да, это не художественная литература, а именно бизнес или мотивационная. Таких книг очень много. У нас также есть группа в Телеграме. Если вам нужны идеи, что почитать, если вы уже знаете, что вам читать, вы можете начать. То есть когда, кстати, у нас отключили интернет, даже по новостям показывали, что казахстанцы начали читать. Вспомнили, что такое книги, начали ходить в книжные магазины и просто для себя понимали, насколько классно читать. Богатые люди читают очень много. И они постоянно совершенствуются. И в этом они доверяют книгам. То есть вместо чего? Вместо социальных сетей, прокрутки непонятных постов, на которых мы тратим свою энергию, время и самое главное, что мы теряем возможность изучения, чтобы в это время мы могли бы более эффективно провести это время, использовать для себя именно чтение. Так, следующий, второй пункт просмотр видео. Окружайте себя успешными людьми. То есть делайте это и оффлайн, и онлайн. То есть старайтесь окружать себя успешными людьми, не только оффлайн, но и смотрите ролики для того, чтобы у вас появлялись правильные, нужные, эффективные мысли для достижения ваших желаний. Ежедневно просматривайте один или несколько видеороликов, активно используйте видео-канал Атоми или официальный канал Атоми на YouTube. Я думаю, что вы все знаете, подписанный на YouTube канал официальный Атоми есть Россия, он будет объединенный для Казахстана, Кыргызстана, Беларуси и в разных странах есть свой YouTube канал. То есть на каком языке вам лучше всего заходит информация, на таком слушайте ролики. Но остерегайтесь роликов, которые не совсем точная информация, которые вас не вдохновляют, не смотрите. И тоже это очень хорошая мотивация, чтобы самим записывать такие ролики. То есть обучиться самим, а затем это все передавать. Смотрим ролики. Таких роликов очень много, проходят постоянные семинары и записи их, они все сохраняются на официальных YouTube-каналах. Также на каждом сайте Атоми официальном есть закладка channelatomy. ch.atomy, тоже очень много роликов. Третье, участие во встречах. Заряжайтесь энтузиазмом, посещайте пять собраний в неделю. То есть пять собраний, например, с понедельника по пятницу или три раза в будни и два на выходных, скажем. Ну, в общем, сами составьте себе календарь и пять раз собирайтесь. Еще один за один, пять раз. Это четвертый Zoom за сегодня. Вполне возможно, будет еще и пятый. Да, то есть сейчас наше время, когда вирус еще не отступил, мы Zoom считаем тоже встречами. Следующее, использование продукции. Относитесь с любовью к инструментам своего успеха. Пользуйтесь продуктами Атоми, рассказывайте о них окружающим. Ну, это главный секрет успеха в Атоме, быть фанатом этой продукции, хотя бы, если не все, но обязательно что-то выбрать для себя, что вы с удовольствием пользуетесь, что вы не можете по такой же цене и качеству найти в других магазинах. Далее. Пять. Презентация четкого плана. Всегда говорите убедительно и уверенно. Ежедневно рассказывайте об Атоме на индивидуальных встречах. Многие, кто хотят начать рассказывать об Атоме, но стесняются или еще некомфортно, язык немножко не привык рассказывать. Слушайте, приходите на презентации людей, которые делают это очень хорошо. То есть учитесь у тех, кто вас вдохновляет. И говорите, и после этого дублицируйте, говорите, делайте презентации сами. Плюс, если вы делаете это в Зуме, тоже считается. Плюс, если вы записываете ролик для Ютуба, тоже можете поставить галочку в таком случае. Следующее, шестое. Общение с потребителями. Не думайте о том, как рассказать, просто объясняйте, почему это нужно людям. Покангель говорит о том, что не надо долго думать о том, как это делать, просто делайте. Продукция настолько хорошая, что неважно, как вы будете рассказывать, обязательно люди все поймут сердцем, и продукция сама себя продает. Не нужно сильно концентрироваться на том, как вы выглядите, как вы рассказываете, своеобразный как. Думайте о том, почему это нужно людям, почему мне нужно перебороть свой страх и начать рассказывать об этом. Если вы не будете рассказывать, не светиться, то ваш бизнес просто не пойдет. То есть вам нужно понимать, что это такой бизнес, где нужно очень много говорить, и как можно большему количеству людей вещать. Для чего? Чтобы росла наша структура в разных странах, каждый день, и ваши партнеры вас дублицировали, чтобы не только вы рассказывали, но дальше и они. Все рассказывают об атоме на ежедневной основе. Письменно, это могут быть посты в записях, это могут быть ролики на YouTube, и оффлайн. Следующее. Семь. Обсуждение со спонсорами, даже простой телефонный звонок может быть эффективным. Общайтесь со своим спонсором, чтобы узнать, насколько успешно идут ваши дела. Есть такая проблема, мы заметили, за три года работы в атоме, что люди не знают порой всех своих спонсоров. Кто выше знает, только одного человека, который зафиксировал, а других как-то не замечают, не знают. Но это нужно делать, нужно знать не только кто у вас в команде, но и кто выше. Знать имена, да, империал мастеров, это важно. Общайтесь со своим спонсором, звоните, не думайте, что у него нет времени на вас, что он слишком занят. Обязательно. Вы важный человек для своего спонсора, для своих спонсоров, поэтому пишите, спрашивайте. Ну, есть, конечно, у нас общие чаты для работы, для вопросов. Это очень классно, когда вы участвуете в общих чатах, чтобы другие люди, которые стесняются задать свой вопрос, вот вы его задали, и они получили ответ на него. И следующее, вы мотивировали таких людей, чтобы они тоже писали вопросы в такие чаты. Но не забывайте, что у вас есть спонсор, и он заинтересован вашим успехом. Здесь можно добавить пару моментов. Когда я проводила тоже марафон по жизненному сценарию, вот этот пункт, так как это нужно исполнять ежедневно, у нас, кроме Тали, спонсоров, есть много людей, кто лучше нас, но за все время общалась, работала с нами, в основном, только Таля. И я понимал, что я не могу ей звонить каждый день, реально понимая, что у нее нет времени каждый день со мной разговаривать. И поэтому здесь я этот пункт для себя переделал в такой формат, что я каждый день Тали писал просто отчет по проделанной работе за день. Это интересный формат и сближает тоже со спонсором. Когда вы пишете, что вы за сегодняшний день сделали, какой объем работы выполнили. Для спонсора, я думаю, это очень ценная информация. И вот я вижу, у нас на встрече есть кто и в высоких рангах находится. Я думаю, никто не будет против, если вот партнеры будут писать отчет о проделанной работе. это тоже общение, из которого вытекает дальнейшее общение. И эта вот мысль очень хорошая. Когда мы общаемся со спонсорами, не с той мыслью, что мы можем взять у спонсора, а что мы можем дать спонсору. Дать то же понимание, что мы работаем, дать вот эти результаты, плоды своей работы. Я думаю, они эти моменты располагают к общению и сближают. Вот, тоже имейте в виду. Спасибо, Владимир. Очень ценные ваши комментарии. Пожалуйста, почаще делитесь своими тоже мыслями по каждому пункту. Дальше, восьмое, построение доверительных отношений. Улыбайтесь, здоровайтесь, разговаривайте, благодарите каждый день. Даже в такой ситуации, как мы сейчас находимся, очень сложно держать позитив, все равно, улыбаться, но для нашего бизнеса это архиважно. Если вы будете грустить, то, представляете, ваша вся команда тоже вас будет дублицировать. Поэтому всегда думайте о том, что вы проецируете на свою команду. Даже если даже они вас не видят, они все равно чувствуют в голосе, в сообщениях, в настроении. Поэтому улыбайтесь, здоровайтесь, разговаривайте, благодарите. Благодарить вообще это очень мощная техника, благодаря которой вы можете притянуть в свою жизнь именно то, за что вы благодарите. Даже если у вас этого еще нет, вы можете уже мысленно благодарить за то, что есть, можно благодарить за то, что есть, чтобы притянуть еще больше такого хорошего. когда мы критикуем то, что не хотим, вселенная не слышит «не» и притягивает именно то, что мы критикуем, на что жалуемся, что обвиняем. Вот здесь следующие три фразы «не обвиняйте», «не критикуйте», «не жалуйте». Почему? Это не приведет вас к вашей цели. Это наоборот принесет вам больше проблем, больше причин критиковать, больше жаловаться и так далее. Старайтесь быть оптимистами, позитивными, верить, потому что человек, который верит, у него нет времени обвинять или быть в негативе. Он верит и в свои мечты, в свои цели, что это все исполнится, он проживает их. А когда ты знаешь точно, что ты станешь империум-мастером, тебе нет времени горевать, потому что ты знаешь, что тебя ждет невероятно жизнь, полное приключений и вся команда, семья, команда, все, кто с тобой сотрудничает, имеют отношение, они тоже будут заряжаться этим вот позитивом, богатством, богатой энергетикой. Вот именно это нам помогает делать жизненный сценарий. По восьмому пункту тоже немного добавлю. Здесь все пункты очень важны, но восьмой пункт, на мой взгляд, один из самых важных, потому что именно на доверительных отношениях строится наш бизнес и зачастую не все понимают, насколько это важно. Когда на обучениях мы говорим, то что в Атоме важно быть хорошим человеком, но вот по сути доверительные отношения строятся на этом, когда вы не обвиняете, не критикуете, не жалуетесь, не только это, когда вы берете на себя ответственность и роль лидера и действительно строите бизнес в долгую. Здесь нужно понимать то, что испортить отношения можно очень быстро и вот не все это понимают, что, знаете, бывают такие ситуации, когда кто-то от кого-то что-то требует, обвиняет, критикует. Это никогда не идет в пользу бизнесу, потому что здесь никто никому ничего не должен и никому не нравится, когда у них кто-то что-то требует. И это может только испортить отношения и в пользу это не идет. Здесь есть еще такой парадокс, что большинство людей, кто занимается как раз таки тем, что обвиняет, критикует, жалуется, не замечает этого. И если сделать коррекцию лидеру, сказать, вот, как бы, не входи в роль жертвы, не жалуйся, то, что, ну, это к добру не приводит. И обычно человек, кто находится вот в этой роли, он найдет несколько оправданий, то, что я не жалуюсь, я просто говорю. То есть, ну, не надо этого делать. Нужно самому понимать то, что эти моменты, они не помогают строить бизнес. Я вот не помню, чтобы за три года построения нашего бизнеса, чтобы мы хоть раз жаловались спонсору, чтобы мы жаловались, в принципе, кому-то. Если, возможно, какая-то критика присутствует, но она присутствует внутри, то есть мы не выпускаем ее наружу. Ну, хотя критики тоже практически не бывает. Каких-то обвинений тоже. Здесь больше ни обвинения, ни критика. Здесь бывают какие-то выводы, которые можно сделать по определенным действиям, словах тех или иных партнеров. Поэтому построение доверить их отношения, не стоит пренебрегать этим пунктом. И здесь, я думаю, вот в этом пункте в конце каждого дня нужно хорошенько проанализировать все, что вы сделали сзади, с кем вы общались, что вы говорили, как вы говорили. И со стороны посмотреть на себя – это не так просто, потому что чаще всего люди смотрят не со стороны, а изнутри. Они видят других. Других легко оценивать, критиковать, корректировать, но себя порой бывает очень сложно. И здесь надо научиться смотреть на себя со стороны. Не стараться отстаивать свою правоту, свою точку зрения, а посмотреть со стороны, почему у вас такая точка зрения, у другого человека другая. И здесь вот часто бывают разногласия. У нас бизнес в человеческих отношениях, разногласия бывают очень часто. И важно понимать, что если есть какое-то разногласие, то, скорее всего, и вы правы, и другая сторона тоже права. У каждой стороны есть своя правда. Если понимать, если уважать чужую точку зрения, то можно прийти к какому-то согласию. Если стараться быть правым, то навряд ли вы от этого выиграете в конфликтных ситуациях. Поэтому это важный пункт, нужно над этим работать, анализировать, и я думаю, каждый день об этом нужно думать. Ну, есть еще другая сторона, что не только нужно, если вы видите, что ваши партнеры делают какую-то ошибку, конечно же, нужно об этом им сказать, да, скорректировать, обучить, тоже важно. Не обязательно всегда только быть добренькими, но мы профессионалы, мы хотим построить очень сильный, крепкий бизнес, с крепкими, хорошими отношениями, если вы видите, что над чем-то нужно поработать, обязательно, конечно, скажите. в таком хорошем, конструктивном тоне. И есть еще у сетевиков такое понятие, как негатив вверх, а позитив вниз. То есть, если вы хотите пожаловаться, можете сделать это своему спонсору, да, если какая-то сильная проблема, не жалуйтесь вашим партнерам, потому что они дальше будут жаловаться и своим партнерам и так далее. То есть, если этот негатив дойдет до самого конца. Стараемся, да, мы сильные, у нас огромные цели, мы понимаем, что отношения действительно очень легко испортить. Потому что, когда, скажем, вы вне настроения сказали что-то, люди думают, что именно вот это ваше истинное лицо, а все остальное время вы носите маску. А такое тоже может быть, чтобы не было никаких недопониманий. Вы, да, помните, был у меня вебинар по эмоциональному интеллекту. Это все важно. Отношения очень хрупкие, поэтому нужно себя, свои эмоции тоже контролировать. Да, здесь вот фразу «негатив вверх» тоже надо правильно понимать. Это не значит, что нужно спонсоров грузить. Говорить ему, ты козел, ты что не работаешь? Давай работай. Люди регли, вообще спонсор не спонсор, что за фигня? Нет, здесь речь идет о том, что в плане, если вы отработаете, испытываете какие-то трудности, то стоит поговорить об этом со спонсором, поговорить, сказать, что вот, у меня вот это не получается. Может быть, спонсор может дать какой-то совет, сэкономить время, сэкономить силы. Здесь негатив-негативу рознь. Здесь имеется в виду, когда у вас какие-то трудности, то не надо эти трудности вниз опускать. Не надо говорить партнерам, что-то, друзья, у меня ничего не получается, что-то вы не работаете, что-то я не работаю. Ну, нет, такие вещи, может быть, можно спонсору озвучить, чтобы спонсор как-то мог скорректировать, может быть, подбодрить, направить куда-то в этом плане, а не в том, что надо спонсора прям закидывать. Да. Поэтому есть седьмой пункт – обсуждение со спонсорами. Здесь вы можете какие-то свои проблемы, свои вопросы задать, да, не только какие-то по работе, только, ну, в общем, разные, общайтесь со своими ситуациями. Это, знаете, вот имеет отношение большое к токсичным мыслям. То, что токсичные мысли, они свойственны, я думаю, практически всем людям, и здесь самое главное, что мы с этими мыслями делаем. Если у нас появляются такие токсичные мысли, не стоит их никогда опускать вниз. Какого рода токсичные мысли? То, что, ну, возможно, этот бизнес не для меня, возможно, у меня не получится. То, что, ну, что-то не нравится, может быть, да, какой-то продукт не понравился. Может быть, кажется, что какое-то решение там спонсоров или решение компании не нравится. Вот эти вот мысли токсичные, их лучше направлять вверх. Если вы сами не можете с ними справиться, найти какие-то ответы, то можно их адресовать наверх, чтобы спонсор помог разобраться, что к чему. Потому что чаще всего токсичные мысли, они основа полагаются на неправильных выводах. Ну, что ж, вот такой чек-лист получился у нас, если ниже мы посмотрим, на каждый день 31 день. Мы с вами уже завтра с него дня, да, я думаю, мы можем уже начать. Вот здесь дата, контрольный список 31 месяц, и дальше первое чтение, второе просмотр видео, участие в встречах. То есть мы, это по-корейски, да, они пишут, или ноль, это значит галочка. Крестик, это значит, ну, крестик, как у нас. То есть ноль, это галочка. Вы можете ставить галочки, как и мы привыкли. Ежедневные действия. Вот почитали вы 15 минут в день, ставите галочку, просмотрели видео. Тоже сегодня, например, в Zoom поучаствовали или пришли в центр, там послушали презентацию, маркетинг-план, поставили галочку, использовали продукцию, презентовали четкий план, неважно где, да, сделали прямой эфир, например, в Инстаграме, поставили галочку, общение с потребителями, обсуждение со спонсорами и построение доверительных отношений. Так, насчет, здесь вот Эйжан проходила первый наш марафон и вспомнила пункт 4, да, использованные продукции мы заменили на регистрации. Сейчас тоже так сделано? Вот просто пункт, у нас в команде все обожают продукцию, все пользуются, нет такого человека, кто ничем не пользует, да, хотя бы что-то на ежедневной основе пользуемся, даже без... Мы четвертый или пятый пункт меняли? Вот я сейчас смотрю, точно четвертый? Ты тоже, когда презентовал, ты говорил, что это такой пункт, который... А, Владимир его как переначал? Он сказал, что я буду в сторис показывать, что тем я пользуюсь, да, вот так что-то такое. То есть тоже важно. Возможно, этот пункт можно поменять на пост про продукцию или сторис про продукцию, как я пользуюсь, или просто описание или какой-то рилс, да, что-то вот такое. Так, Оксана спрашивает, не совсем понятно, что такое презентация плана. Презентация плана – это такой термин, который используют, это мянсы. Это четыре пункта – рассказывать о компании, о бизнесе, о продукции, создавать видение. То есть это они говорят «show the plan». То есть когда у человека создается видение за счет того, что есть понимание, что из себя компания представляет, как здесь зарабатываются деньги и что за продукция. Да, Ижан пишет, сначала был сторис пост, а потом сделали про регистрации. А в путь лидера будет задание, да, делать регистрации? Будет отдельный уровень про регистрации. Как делаем? То есть в прошлом марафоне… Я бы добавил девятый пункт просто регистрации рядом. Хорошо. Что мы имеем в виду, да, и вот не знаю, у нас получится сейчас нарисовать здесь. Постараться каждый день сделать регистрацию. Так, вывели текст. Нет, нет, да, такого? Подписывай. А, вот же комментирует здесь у нас, да. То есть вот здесь девятый пункт, девять, да. Важно, потому что мы понимаем, что сейчас такое золотое время для того, чтобы вырастить нашу структуру глобально. То есть когда мы сидели без интернета, у нас все равно шли бинары. Почему у нас, Владимир? Почему? Потому что у нас глобальная команда. То есть она не зависит от одной стороны. И это настолько важно, с кем мы созванивались во время того, как интернета не было, приходилось только созваниваться по сотовой связи. И все говорили, блин, я тоже хочу, как у вас. Я хочу глобальную команду, чтобы в Казахстан, например, интернет отключили, не идут покупки, да, не идут бинары. Но если есть Россия, Кыргызстан, Корея, Канада, Австралия, там, другие страны, Европа, у вас будут идти бинары независимо. Кто отключает в интернет, да, какие там события происходят. Очень важно. Поэтому этот пункт, ну, конечно же, мы сначала работаем с теплыми контактами, с теплым кругом потом. Кто живет в нашей стране, как бы нам легче, да, создать такие доверительные отношения. Но всегда помним, что у нас глобальный бизнес, это большее преимущество о том, что вы не зависите от одной страны, что вы получаете выплаты независимо, где делают покупки ваши клиенты и партнеры. И здесь тоже мы можем там поставить галочки, да. Обучение Путлидера будет для всех, абсолютно для всех. Восьмой пункт мы объясняли, наверное, минут 15, но вкратце. Будьте хорошим человеком. Философия не коровы, а философия родителей и ребенка. Это та идеология, которая преследуется в нашей компании, что мы не стараемся ни с кого ничего поиметь, мы стараемся партнерам, наоборот, максимум дать. Не обманывая, не потребляя, не заставляя, а наоборот. Давать правильную информацию, давать внимание, давать ту помощь, которую вы можете дать, думать постоянно, что вы можете сделать для партнеров. И не входить в роль жертвы, не критиковать, не обвинять, не жаловаться. А если у вас получилось, как по привычке, не жаловаться, а наоборот, сделать что-то конструктивное, улыбнуться, поблагодарить, то вы ставите галочку. Также в выступлении империал-мастера прозвучала очень важная вещь, что он очень сильно верит в силу похвалы. Вы можете добавить восьмой пункт. Вы кого-то похвалили сегодня, поставьте галочку. Это очень важный пункт, когда вы работаете со своей командой. Люди очень хорошо чувствуют, когда их ценят и когда не ценят. Когда вы хвалите, у них крылья просто раскрываются, они чувствуют себя ценными, нужными, важными, что они все на правильном пути делают. И да, можете сюда добавить похвала. Слышь признание. Ну, я думаю, что вы сами любите похвалу, да? Вы все молодцы такие, что сегодня пришли. У меня целая. Приятно. Похвала, признание. Делайте эти пункты. У вас будет тогда классная команда, сильная команда. Представляете, вы будете это делать каждый день в течение года. У нас этот план расписывается на год. Каждый месяц мы, каждый день мы делаем вот эти пункты. Постарайтесь, да, дисциплину. Включите. Атоме – это работа. А если вы хотите здесь зарабатывать, как в любом бизнесе или на работе высокооплачиваемой, то вам нужно работать, делать определенные действия. Какие действия делать – это вот расписано здесь. И представьте, вы целый год следуйте этому блокноту. Дисциплинированно заполняйте каждый день. Ставите галочки или крестики. Желательно побольше галочек, да, поменьше крестиков. Через год вы станете суперпрофессионалом, экспертом атомией. У вас вырастет огромная команда, и вы сможете рассказывать. Я вела целый год жизненный сценарий, сценарий моей жизни, и получилось у меня выйти на ранг, да, желаемый ранг. У меня вот так, как я написала, так вышло. Благодаря тому, что я каждый день делала вот эти действия. Ставила галочки, прочитала, презентовала план, похвалила, делала регистрации. То есть вот это нам сама компания дает инструменты, ключи, как стать успешным атомией. И если вы в течение нескольких лет будете дисциплинированно заполнять этот чек-лист, вы станете как минимум Royal Master. Классно? Хотите стать Royal Master? Когда я переводила этот ролик, где Идугу говорил, что вы станете Royal Master, благодаря этому чек-листу мы еще были в каком статусе? Это пандемия была? Шаронской розы, да? Да, конечно, дай бог. Все в ваших руках. Жизненный сценарий, да, это очень важный, нужный, сильный инструмент, который благодаря... И, кстати, благодарю вас, что 84 человека пришло. Я вижу, что вы цените и понимаете, насколько это сильный инструмент. И ваш бизнес тоже отблагодарит вас за то, что вы сегодня здесь, за то, что вы приобрели этот жизненный сценарий, и вы добьетесь их огромных успехов. Владимир дальше нам открыл следующую страницу, страница 19. Ежемесячная оценка восьми шагов к успеху, образец. И здесь мы работаем над самооценкой, да, чтобы добиться больших результатов, если мы себя сами не ценим, не любим, не уважаем, невозможно вверх вырасти. Почему? Потому что люди не хотят идти за людьми, которые не мотивируют, которые только тянут вниз. Наоборот, они хотят идти за теми, на которые они хотят быть похожими. Поэтому мы с вами растем ежедневно, развиваемся, личностный рост и так далее. Самооценка, критерии оценки и осуществления восьми шагов успеха. Первое — это постановка цели. То есть как в колесе жизненного баланса, который уже заполнял, у нас вырисуется определенная картинка, да, вот как черная здесь нарисована. То есть это такой довольно низкий результат, да, когда вы по каждому, ну средний, да, по каждому критерию вы даете себе определенную оценку на сегодняшний момент. Постановка целей. Насколько вы хорошо ставите цели? Поставьте себе оценку от 1 до 5. Можете сделать это сейчас. То есть точку поставьте на каждой линии, и потом соедините все эти точки, и получится определенная картинка. Итак, вы установили конкретные цели по достижению определенного уровня эффективного бизнеса для обеспечения оптимального баланса в жизни? Это вопрос, да? Ответив на него, вы ставите себе балл. Так, Оля написала спасибо вам за это время, которое нам уделяете. Спасибо вам, что вы здесь с нами сегодня. Второе — решение. Занимались ли вы бизнесом достаточно активно? Брали ли вы на себя инициативу и делились ли своим мнением и положительным настроем с окружающими? Снова поставьте себе оценку, отвечая на вот эти вопросы. 5. Максимально удовлетворительно. 4. Удовлетворительно. 3. Приемлемо. 2. Неудовлетворительно. 1. Крайне неудовлетворительно. Третий пункт — составление списка. 3. Вы составили список всех знакомых вам людей и своего окружения. Если еще не составили, ставим себе нолик, да? Или один, да? Мне кажется, нолик тут нет, чтобы картинка вырисовалась. 1. Здесь, я думаю, каждый месяц составлять список, конечно, можно, но эффективно это будет только один раз, когда вы полностью список свой составляете. Он, конечно, у вас пополняется, но составление списка полного — это, в принципе, такая исполнимая конечная задача. Так как это ежемесячная оценка вашей деятельности по 8 шагам к успеху, я думаю, что здесь можно по рекрутингу оценить, насколько вы хорошо поработали в этом месяце. Допустим, если задачу минимальную поставили, одного человека в день рекрутировать, отсюда можете себе и оценивать. Если вы в итоге только за 30 дней зарегистрировали там, сколько? 15 человек, да, половину. Это 2,5 балла. Если 30, можно 5 поставить себе. Отлично. Четвертый пункт — взаимодействие. Вы выделили определенное время в своем ежедневном графике для регулярного общения с командой. Тут написано «с ними». Я имею в виду, что, наверное, имеют в виду команды. Клиенты, партнеры, мы с ними взаимодействуем. Поставьте себе оценку, насколько вы удовлетворены этим пунктом. Пятый пункт — описание бизнеса. Имели ли вы возможность объяснить кому-либо следующие понятия? Философия компании, продукты, продукция. Компенсационная система — это маркетинг-план. И корпоративная идеология. Вот те 4 пункта, о которых говорили Владимир. Это продукция, маркетинг-план, компания и видение. Здесь, я думаю, тоже, так как это все-таки оценка восьми шагов, не нужно понимать так, ой, я одному человеку за месяц объяснил, можно 5 поставить. Нет, если у вас задача каждый день это делать, тоже смотрите, сколько дней за этот месяц вы выполняли эту задачу. Если все 30 дней каждый день вы кому-то это объясняли, то можете себе поставить 5. Если нет, то, соответственно, меньше. То есть это такое обучающее, да, у нас колесо получается. Мы понимаем, какие действия приводят нас к успеху в Атоме, а какие, наоборот, нет. Это как контроль своих действий, насколько эффективно вы поработали в этом месяце, исходя из вот этих восьми шагов к успеху. Я думаю, что правильно, что мы заполняем сейчас, в смысле, вот этот пункт, чтобы в следующем месяце вы уже видели разницу, что ваше колесо, оно стало больше. Шестой пункт, последующий контроль, follow-up по-английски. Вы выделили время для ответа на возможные жалобы или разрешения спорных вопросов, касающихся продукции и бизнеса в течение 48 часов после их поступления. Например, клиент вам пишет, да, что-то мне маска, пилов маска, она вызвала у меня какое-то раздражение. Обязательно нужно, да, у меня был такой просто такой кейс, что женщина неправильно пользовалась пилов маской, она всю ночь ее оставила. То есть она где-то увидела такой ролик в Инстаграме, что можно оставлять пилов маску на ночь, и она была недовольна, да, результат. Ну, конечно же, пилов маску нужно всего там, пока она не высохнет, да, 15-20 минут достаточно, потом ее нужно снимать. Нельзя ее оставлять. То есть такие случаи будут у вас часто, да, как пилинг гель, например, почему он не скатывается. Или другие, как пить то или другое бар. Поэтому, да, нам нужно быть экспертными, можно спрашивать спонсоров, можно спрашивать в чатах, если бывают какие-то вопросы, чтобы разрешить такие жалобы, споры с своей командой. Следующий пункт 7. Обсуждение. Вы предлагали решение какой-либо проблемы в рамках обсуждений с партнерами? Решение какой-либо проблемы, опять, да. Вы сталкиваетесь с проблемой. Проблемы – это рост, не стоит бояться их, да. Мы учимся и становимся еще сильнее на проблему. И вот возникла какая-то проблема, спорный вопрос, момент. И насколько вы приняли решение, предлагали решение? В английском языке мне нравится, что слово «проблема» имеет немножко другое значение, схожее больше к слову «задача» в русском языке. Если вот в математике они проблемами называют, то есть мы называем это «задача» в математике, а в английском это слово «problem», потому что «проблема» нужно решать. Мы решаем задачи, поэтому здесь не обязательно, да, чтобы какая-то прям проблема, прям проблема-проблема, а вот была какая-то задача, и вы помогли партнеру ее решить. Молодец. И восьмое – это дубликация. Тут перевели как копирование. Узнали ли вы больше об истории успеха своего спонсора? Поделились ли вы своим ноу-хау с партнерами? То есть это дубликация вашего спонсора, или вы видите, что дубликация идет уже в вашей команде, вас? Так, решить задачи, Жан, очень понравился. Это пример. Алла написала, что помнит эту историю, да. Шестой пункт. Если спорных вопросов не было, мне отмечать? Здесь follow-up – это не обязательно именно решение спорных моментов. Это, знаете, вот вы зарегистрировали человека, и в течение 48 часов нужно с ним связаться. Это называется тоже follow-up. У вас кто-то что-то купил, в течение 48 часов надо связаться, узнать, ну что, как тебе? То есть это обратная связь с вашими партнерами, с вашими клиентами. Это общение, это сервис, это то, что необходимо для построения лояльной сети потребителей и в будущем сети партнеров и лидеров. Да, наша цель ведь не единичная продажа, не продать что-то, да, скорее там впихнуть. Наша цель – постоянная покупка, то есть постоянные потребители в течение всей жизни, когда человек настолько полюбил продукцию, понял, как она действует, и покупает всю свою жизнь, потому что не видит конкуренцию, да, конкурентный продукт, где он может такой же продукт взять в другом месте. В этом наша цель, поэтому в начале, чтобы вот это получилось, да, постоянный потребитель, нужно поработать в начале. Это возможно, чтобы вообще человек заинтересовался, можно ему, вот как делают в магазинах, пробник дать. Например, в некоторых центрах практикую, да, пробник дать витамин С или угостить кофе за регистрацию. Вы можете придумать свой подход, свой метод. Вот сейчас мы читаем книгу, книга декабря-января у нас Роберт Чалдини «Психология влияния», и там, говорится, есть такой пункт, что когда мы что-то делаем для других, у нас в нашем обществе так принято, что мы хотим вернуть долг. Ну, как будто нам что-то дарят, и мы хотим как бы ответить за это. Поэтому вы можете тоже попробовать, да, людей угощать витамином С, вот что можно, что в россыпью идёт или пробиотики. И с большей вероятностью человек придёт и зарегистрироваться к вам в команду, потому что будет чувствовать, да, что, ну, не только долг, да, но ещё и приятно что-то получать. В нашем мире получить что-то чистого сердца очень приятно. И обязательно, да, спросите, насколько понравилось, знают ли они, как пользоваться. Некоторая наша продукция может вызвать вопросы, что, например, витамин С, да, обычно принимают в таблетках или в виде капсул, у нашей он идёт в виде порошка. Объясните, как пить, потому что самим клиентам даже очень приятно ваше внимание, что вы не просто продали и отделались, да, а что вам действительно искренне важно, чтобы человеку понравилось, и важно знать мнение, отзыв об этом продукте. И, кстати, когда вам клиент пишет отзыв в WhatsApp, например, да, в Telegram, в Direct, вы можете спросить, можно ли я этот отзыв поставлю там себе в Stories. Это очень хорошо работает на аудиторию, потому что они видят, что у вас действительно есть клиенты и что им нравится. Так, седьмой пункт, ещё раз вкратце, это общение с партнёрами и решение поставленных задач. Если у вас есть, может возникнуть такая мысль, у партнёров как бы не было задач никаких, задачи есть всегда. Задачи в регистрации людей, в увеличении структуры, в закрытии бинарных шагов и в росте. Если наблюдается рост у партнёров, если наблюдается, что структура растёт, значит, поставленные задачи решаются. Ну, вы можете тут оценить сами, насколько вы были на связи с партнёрами, насколько, может быть, у них возникали какие-то задачи, проблемы, насколько вы помогали им решать, направляли в нужное русло. И дальше, ниже, есть ещё пункт, уже образец. Так, развивайте свой бизнес, учитывая результаты самооценки восьми шагов к успеху. Контролируйте ход развития своего бизнеса, прибавляя оценочные баллы до каждого шага. И тут есть шкала от нуля до десяти. Вы в начале пути, чтобы улучшить результат, посмотрите обучающий видеоролик. То есть, получив... Сколько у нас получилось здесь? Вось, а сколько? Баллов, ты имеешь в виду? Да, баллов в сорок, да, вот здесь. То мы смотрим, что это выше балл. Тридцать-сорок – это выше. Вы безукоризненные, безупречно выполняете все ваши успехи, можете... То есть, это ваша оценка вашей работы в течение... в конце каждого месяца. То есть, вы себе получаете оценку от... насколько хорошо, эффективно вы стремитесь к своей цели. Далее, повод для благодарности. Здесь давайте прочитаем образец, что написано. В этом месяце я провел ряд интервью с учетом специфики деятельности и потребности каждой группы. Некоторым группам мне удавалось привлечь новых партнеров, и я помог им составить список людей из окружения. В некоторых группах не было новых участников, поэтому вначале я узнала об их проблем подробнее, а затем предоставила необходимую поддержку и консультативную помощь, проведя несколько семинаров и встреч. Так. Это именно благодарность себе, да? Да. Повод для благодарности себе. Напишите тут. Потому что похвала себя тоже нужно. Мне кажется, этот пункт для самооценки очень важно. У меня этот пункт тут хорошо развит. Очень хорошо, да. Я все каждый день говорю, какой я молодец. Мужчин, кстати, больше развит на самооценку. То, что, да, мы женщины, мы там косметикой пользуемся, стараемся как-то что-то замазать, да, потому что нам кажется, что мы не так идеальны, что у нас что-то есть. Нужно скорректировать. Мужчины же довольны, как они есть всегда. Это чертинам, женщинам нужно, мне кажется, у мужчинам поучиться. Хвалить себя, ценить, уважать. это очень хорошо для бизнеса. Раньше нам мы говорили наоборот, да, мне не надо себя расхваливать, да, будь скромнее. Сейчас же мы понимаем, что, конечно, не нужно, да, это на людях делать, но внутри себя обязательно похвалите себя. Вы молодец. Да, вы можете написать, я начала заполнять свой жизненный сценарий. и так далее. Я думаю, что у вас есть много поводов для благодарности. Следующий повод для размышления. Пример. В процессе деловой деятельности я, сам того не замечая, использовал своих партнеров для получения личной выгоды. Я буду усердно работать вместе с своим партнером по бизнесу и не забуду вернуть долг. То есть, какие были недостатки, да, я так понимаю, что первое, это, что я сделал хорошо, а второе, что... О чем надо задуматься? Задуматься. Что-то не так. Тоже важно, да, это анализировать для того, чтобы улучшить свою эффективность. Ольга, Мика говорила, что в чат скидывали PDF-версию. Да, вот мы как раз открыли с чата. А мы можем ее переотправить. Она закреплена, вообще-то, сохранена, просто закрепленная в сообщении. Зайдите, там есть это PDF-ка. Так, шах на закон. В обучении будет информация, как снимать такие презентации, именно технические последовательности, какие инструменты нужно привести, на что бы разуметь. Будет обучение путь визера, записывайтесь там, более детально об этом будем говорить. О каких презентациях идет речь? Как снимать такие презентации? Какие такие? Да я так понимаю, что ролики или оффлайн, онлайн, как презентовать о компании, да, о продукции. Ну, у вас есть также спонсоры, которые вы можете дублицировать, попросить, прийти на их презентации, послушать. Есть ролики на официальный, которые вы можете смотреть и тоже учиться. то есть, когда мы сами начали, мы перед тем, как приступить к работе, мы очень много изучали, смотрели, как это делают другие, чтобы дублицировать уже в своем варианте. Так, надо на неделю себе поставить программу на неделю. Молодец, сделала запланированное, сегодня ставим первую букву М. Каждый день с ксениями говоришь я молодец, кульшаш, да, согласна, хороший пункт. Не хватает, да, нам, женщинам, особенно в воспитании возможно было такое, что нужно все делать другим, да, не высовывайся, будь скромной. Вот это нужно немножко менять, это нам никак не помогает, это ведет к тому, что мы себя постоянно критикуем, только замечаем то, что мы делаем не так. Поэтому, если мы будем говорить я молодец, наблагодарить себя, ценить то, что мы делаем, понимать, что он, то, что мы делаем, это очень классно, и будет расти самооценка, программировать себя, да. Да, так что вы все молодцы, сейчас все скажите я молодец, нет? Ну, я думаю, вот идея прикольная, целую неделю собирать буквы, но если не соберете, будет я мол. я думаю, можно себя хвалить каждый день и много раз за все, что вы сделали правильно, за все, что вы сделали хорошо, за все, что эффективно, привычка, я вот дочь нашу хвалю, я хвалю постоянно, и я каждый день раз по 6-8 говорю красавчик, чтобы она, ну, что она молодец, и что она красавчик, чтобы у нее с рождения закладывалось, это все, что она делает хорошо, поощряется. Такая красивая пара, спасибо большое. И последний пункт, обратная связь от спонсоров, это вот тоже, о чем говорил Владимир, да, если вы своему спонсору пишете ежедневный, ну, или хотя бы месячный отчет, то, что вы сделали, или просто сфотографировали, да, вот эти две страницы. Ну, здесь обратная связь от спонсоров имеется в виду, что спонсор написал что-то вам. Ну, да, ну, на, как бы, на что? Что вы что-то, а, или просто? Обратная связь от спонсора. Спонсор дал обратную связь. Вообще по человеку, да? Посмотрим, что тут написано. В условиях дефицита общения. Видишь, имя и фамилия спонсора Мария Ким. Мария Ким в моем журнале написала вот это. Это обратная связь от моего спонсора Мария Ким. То есть, вы принесли, вы работали целый месяц, вот, там, дали вашему спонсору. Ну, тут идея такая, да, то, что вот, говорите, вот спонсор, дай обратную связь. Молодец или не молодец, да? Над чем мне надо поработать? Что я сделал хорошо, что я сделал не очень хорошо? И спонсор может написать здесь то, что что-то. И здесь тоже вот такой совет всем в плане общения с партнерами. Когда даете какую-то похвалу, признание, либо коррекцию, старайтесь не использовать «но». Потому что обычно, когда вот человек слышит «но», психологически все остальное, что было сказано до этого, обесценивается. Лучше использовать союз «и». Можно еще… Например, скажи. А еще. Ну, например, такой вариант, да, вы говорите, ты молодец, ты очень хорошо поработал в этом месте, но если бы ты еще людей регистрировал, было бы хорошо. То есть, вместо «но» написать «а еще». А еще, если бы ты больше уделил внимание регистрации, вообще было бы бомба. Например, так. есть большая разница между «но» и «а еще» и «и». Вот в наших условиях, да, нет возможности спонсора принести уже «но». Может отправить. Скриншоты, да? Зачем скажешь? Можно сообщение отправить. А вообще, как тебе моя работа за месяц? Ну, типа того. Идея здесь такая, да. То есть, мы такое особо не практиковали. вообще похвалы от спонсоров хочется. У меня вот тоже, у меня вот это вот, так интересно, да, вот эта психология. Вроде, по сути, это нам не нужно, но нужно. То есть, мне хочется, чтобы спонсоры хвалили. Таля нас редко хвалит. Она больше хвалит нас, когда другим людям. Да, она другим людям нас захваливает, а нам самим очень редко что-то говорим, только когда мы напрашиваемся. Ну, в смысле, не в том плане, ну, похвали нас, а в том плане, когда мы общаемся и о каких-то результатах говорим, она там говорит, ну, вы там молодцы. То есть, не бывает такого, чтобы Таля сама написала то, что привет, вы молодцы, а хотелось бы. И я думаю, всем этого хочется. И здесь вот понимаю, что... Так, комментарий. Тут момент спонсор может опровергнуть, я молодец. Как от мамы ждут себя по хвалу. Да, вот есть такое, хочется вот этого признания. Поэтому, как сказала Мика, вы все молодцы, что вы пришли, что такая активность. Потому что, кто приходит на встречи, кто участвует в движухах, в обучениях, тот и растет. Это такая закономерность. Кто не приходит, кого меньше всех видно, у тех и меньше всего роста. Поэтому все молодцы. Катерина, как профессор, да, говорит, есть такое, мне об этом говорили студенты. Тоже хочется от спонсора. Ну вот. Так что, в этом пункте сейчас вы можете написать. Вадимир и Мика сказали, что я молодец. Я все делала правильно. Это дает человеку понятие, что ее действия цены важны. Да, все мы хотим признания. Да. Поэтому, да, вот так вот, прям, прямой можно спросить спонсор, молодец я или нет, и не забывать хвалить своих партнеров. Им это тоже важно, как и вам. Что ж, на сегодня мы закончили. Спасибо всем. Дальше будет еще интересней. Спасибо, Наташа. И мы молодцы. Скажите, пожалуйста, именно краун мастера и империал мастера Высшим ангелом Италии. Елена, хороший вопрос. Есть империал мастера, это, ну, Ким Йон Сук, я думаю, что вы знаете. Пак Дон Чоль, это империал мастера. А так, краун мастера, и вот, надо спросить у Талии. Я думаю, что она удивится такому вопросу. Приятно. Я краун мастеров не помню. Получается, у нас, по цепочке выше нас есть роял мастера, помимо Талии Мун Гьема есть Ом Санг Йонг есть. Это человек, который стал роял мастером в то время, когда у него был инсульт. То есть он лежал без сознания, в больнице, и у него рак закрывался. Вот выше него я плохо знаю, кто есть. Я знаю, что вот Ким Йон Сук идет и дальше выше уже Пак Дон Чоль. Пак Дон Чоль недавно стал империал мастером. Между Ким Йон Сук и Пак Дон Чоль есть еще Идогу. Идогу это личник Пак Дон Чоля, то есть Пак Дон Чоль лично Идогу зарегистрировал. И Идогу это человек номер один компании. Сейчас не отключайте камеры, пожалуйста, мы сделаем совместное фото. Возьмите, пожалуйста, у кого есть жизненный сценарий, мы так происходим все. Пока почитаю ваши комментарии, пока включаются камеры. Спасибо. Скучилась по обучению? Да, мы тоже по всем соскучились. Спасибо за любовь ко всем партнерам. Восхищена, вдохновлена. Мы молодцы, кто слушает, и вы молодцы, что обучаете. Так. Спасибо огромное за обучение. Тоже очень скучал. Четко и ясно. Подняли тонус. Наконец видим и слышим вас, наших лидеров. Спасибо за то, что вы есть по-другому за эфир. Классно. Спасибо вам огромное. Все такие клевые. Да. Что, фотографируются? Ну, давайте. Думаю, все успели включить камеры. Давайте на счет 3-4. Улыбаемся. 3-4. Так. Но здесь это так не работает. Здесь надо сначала отправить. Да, класс. Группу жизни с нами отправляем. Давайте два раза сделаем. Сейчас еще раз. Еще раз. Ух, как у нас много. Супер. Сейчас в чат ничего не пишите. Давайте. 3-4. Так. Женеля появилась позже. Надеюсь. Сейчас посмотрим. Успела или нет? Нет, не успела. Ну, в первом фото есть. Ну, все. Думаю, два снимка хватит. Отлично. Супер. Можно убирать. Супер. Все. Всем спасибо. Идем работать дальше. До встречи завтра. Завтра увидимся. Также в 10 часов. По-моему, те в 7 по Москве. Давайте. Пока-пока. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok